я вот например больше не обманываю многие годы но правда может ранить людей поэтому я ничего вообще не говорю я тишину сохраняю вот если ты знаешь что кто-то делает что-то очень неправильно прям вот ты видишь это например сражается ссориться или идет против правил что-то не так делает в этом случае ты можешь промолчать хорошо если у тебя больше сострадания ты можешь показать ему и люк you are line что он обманута ченги ну ты ему показываешь ты не прав вот например недавно я был я вел машину городе андопридж дэрвай бик сам крауд и на мосту я остановился я посмотрел что там там три полицейских они поймали двух парней я припарковал мастер подошел спросил что произошло они говорят у него наркотики очень много людей очень много людей собралось а этот парень которого поймали он начал он сильно кричал он даже оскорблял полицейского я посмотрел на него и почувствовал что да этот парень прав потому что если бы у него что-то внутри было неправильно он бы так искренне не мог кричать на полицейского я пришел и сказал я сказал а ты уверен что у него есть наркотики покажи и полицейский начал смотреть куда то в сторону он позвонил другой полицейский пришел на джипе приехал они взяли туда обоих парней внутрь это был молодой парень он подошел ко мне он сказал ты хочешь увидеть наркотики я сказал ты хочешь увидеть наркотики я сказал опять ты лёг почему не показываешь на тот момент я сказал ты обманул и почему ты их в тот момент не показал я знаю и я сказал ты полицейский что-то очень плохое делаешь с пупилами даже если он не криминальный ты делаешь криминальный ты делаешь его криминальный теперь ты берешь его в полицейской станции уберешь его даже будешь в жилье делаешь какие-то права и тогда он становится его жизнь исполнил потому что он действительно криминальный наркотики были но они обвинили полицейских в том что как будто бы не было и он сказал почему ты в тот момент не показал что у тебя были наркотики он трясся потому что другой полицейский подошел и сказал это не твое дело мы все здесь 50 человек стоим мы все можем рассказать вашему начальнику полицейские очень боятся огласки что происходит раньше было по-другому а сейчас средства массовой информации освещают все это и я сказал что что ты не делал что он криминальный или не криминальный я не знаю но ты не делаешь а если ты вернешься и когда ты вернешься если из-за тебя что-то попало в беду и тебе это обернется потом. Что я просто хотела показать ему? Никто не хотел, ни из тех людей не имел смелости разговаривать с полицейскими, а я разговаривала. Они могут сказать, что хорошо, ты вот говоришь, ты тоже, наверное, нет на архоте, мы тебя тоже сейчас закроем. Очень молодой парень, 20-22 года. Один плачет, а другой кричит. Почему они меня поймали? И когда они поймали, столпа собралась, они должны что-то показать, да? И вот в этом случае я, как зеркало, хотел показать, ты делаешь правильно или нет. Иногда происходит оба варианта. Что-то происходит, я останавливаюсь, посмотрю, но ухожу потом. Но когда я услышала этого парня, когда он кричал, я что-то почувствовала. Я не захотела разобраться, в чем произошло. Я даже хотел сказать полицейскому, оставьте его в покое. Они сказали, нет, мы знаем, что у них есть, они продают наркотики. Я не знаю, что дальше произошло. Иногда ты не хочешь решить человеку вред, но иногда ты можешь показать человеку, что он не прав, как зеркало. Может, он изменится, может, нет, я не знаю. Может, он изменится, поймет, пойдет к свету и поймет, будет спать, вспоминать это все. Я знаю точно, что этот полицейский вспоминает меня ночью. Если кто-то в такой ситуации меня видит, то он не забудет меня. Я очень жестко иногда разговариваю. Иногда даже когда-то в начале в Манале был случай. Каждое утро и вечером у нас было сиденье в тишине, а до этого я уходил, возвращался, гулял. Вот я ушел на 300 метров, остановился на дороге джип, инспектор. Он вышел и спросил, как тебя зовут? Я сказал, вот такое у меня имя. Что ты здесь делаешь? Я говорю, вот, у нас там есть дом, мы медитируем. Он сказал, нет, я знаю, что какие-то европейцы там есть. И ты всех, откуда они приехали, ты всех знаешь, да, их там? Все адреса ты знаешь. Я сказал, что я не знаю. Я никогда не спрашивала, откуда они приезжают ко мне. Это не моя работа. У вас что-то там организация какая-то, он говорит, а почему ты спрашиваешь? Он говорит, я слышал, что там вот наркотики распространяют у вас. В Манале часто это происходит. Вот так же, как здесь. Так что у вас там какой-то наркотический бизнес. И я немножко стал жестче с ним. Я 40 минут разговаривал с ним. Я сказал, если ты чувствуешь, что там кто-то продает наркотики или я, то посмотри в мои карманы, иди в мою комнату, проверь. Если что-то найдешь, то забирай. Или кого-то найдешь, у кого-то. Я не знаю. Не нужно, я не буду узнавать, кто где живет, откуда приехал. Я говорю, посмотри на дерево. Если кто-то, какой-то убийца придет, к этому дереву, и спросишь, какой у тебя адрес, что ты делаешь. Я вот так как храм просто. Там медитация происходит. Я не знаю, приходит ко мне киллер, или хороший, или любящий человек. Храм открыт для всех. Он не закрывается. Я сказала, что ты полицейский. Тебя научили только одной вещи. Если даже Кришна спустится сам, или Иисус, ты будешь сомневаться в Нем даже. Ты будешь говорить, что это вряд ли Кришна, это кто-то другой, скорее всего. Просто одет как Кришна. 30-40 минут я разговариваю. Мое время прогулки пришло к концу, я вернулся. Медитационное время тоже закончилось. Я зашел в Будда холл, первое, что я сделал, это включил свет. Но я это никогда не делал. Все открыли глаза. Я сказал, смотрите, если у кого-то здесь есть наркотики, вставайте, идите в свою комнату, пакуйте вещи и никогда не возвращайтесь, уезжайте. Я не хочу, я даю вам медитацию, а вы меня в тюрьму можете закрыть. Однозначно, если бы такое случилось, полиция могла бы закрыть меня. Когда это вот произошло, случилось, там есть владелец этого места, я захотела позвонить по селе в фоне. И вот этот опять полицейский прикоснулся к моим ногам, он тоже захотел позвонить. Позвонить, потому что в то время в деревне один-два телефона всего было. Я сказал, что? Сначала он закончил, когда я разговаривал, потом он сам захотел позвонить. Я встал, захотел уйти, а он сказал, пожалуйста, Стаси, присядь, разговаривай, говори, что-нибудь скажи. Он сказал, никто со мной так не разговаривал, без страха. Ты как будто бы меня рушил молотком, украшил. Никто, ни у кого не было смелости вот так со мной разговаривать после Манали. Я говорю, у меня никакой лжи нет, чего мне бояться. Полицейский, ты еще кто-то, чего мне бояться. Я говорю истину, правду. Он сказал, никто так не говорил, ни у кого смелости не было. Я никогда не слышал, что бы вы так разговаривали со мной. Я сказал, ну вот так случилось. И он сказал в своем политическом участке, что бы они не ходили в Самдарши Ашрам. Никогда вообще. Только там медитация. И он сейчас стал высоким начальником полиции. И все еще ни одного полицейского с того времени не было в Ашраме. Потому что он написал там что-то, какое-то правило. Но все еще один-два человека распространяли наркотики. Если бы он пришел в середине ночи и поймал его, может быть, он всех бы посолил. Потому что очевидно, что это все одна организация. Я как бы хотел показать ему. Другой бы испугался перед полицейским. Да, да, хорошо все. А я был правдив и поэтому спокоен. Я говорю, да, ты у меня время на сколько занял. Мою прогулку испортил. Я пошел гулять, а ты меня срокный инфут остановил. Моя радость закончила. Никто ему такого не говорил. Явно. Вот так. Ну, я хотел показать. Если вы чувствуете, что вот показать можете человеку, что он не прав, то да, сделайте это. Потому что те, кто так поступают, они не уверены, они правы или не правы. Они не слушают сознание особо. Они идут по пути неверному. Идут и идут. Им рук показывать. С любовью. Или с какими-то уловками. Мне показывать его собственное лицо. Так что это не причинит ему никакой боли. Но правда. Если ты покажешь ему моего лицо, он поймет, да, я не прав. И тогда это будет очень хорошо. Если ты с любовью это сделаешь, то все в порядке. Вот сейчас, например, в Манали, в мае-июне я ввел машину. Вдруг кто-то сигналит, у него не было места, где проехать. И он ехал очень быстро, объехал. И там еще одна навстречу машина ехала. А я посередине, здесь машина, там машина. Очень тяжело мне было. Он, когда переехал, очень быстро объехал, обогнал. А после него я взял и его тоже обогнал и остановился. Остановился так, что он не смог дальше вести машину. Я спросил, что ты делаешь? Он сказал, я один. Одна машина здесь. Очень маленькая дистанция. Многое станция между машинами. С краю обрыв. А у тебя семья. У тебя жена вот сидит рядом. Твои дети в машине. Ты не заботишься о них совершенно. Ты можешь свалиться. Он говорит, что все против правил ездишь. Он говорит, что хорошо. Хорошо, хорошо. Он говорит, нет, нет, хорошо. Ты не прав. Хорошо, когда есть место, он нормально ездит. Но тут ты сделал дорожное происшествие. И тогда его жена, две-три женщины были, они тоже начали орать на него. Он сказал, что просто помни, помни, не делай так больше. И я сказал, ну хорошо, теперь езжай. Припаркал и снова поехал. Хорошо. Он ехал так, как будто ни о ком вообще не заботился. Как будто никому дела нет. Будет авария или нет. Просто показать ему нужно было. Но это не причинило ему боли. Просто показал. Ты делаешь неправильно что-то. Это правильно вот так показать иногда человеку, который неправильно что-то делает. Я делаю, показываю, смотри, ты не прав. Показываю ему. Хорошо. Заканчиваем. Через 20 минут будет медитация, которая откроет ретрит. В 3-6 часов сессии очищения эмоций. Еще будут активные медитации. Сегодня и завтра. Два дня. Кто-то уже записался. А кто хочет еще, запишите сатвики. И тогда 15-го числа у нас будет празднование. Все, мы наслаждаемся. Все, мы наслаждаемся. Все. Все. Все.